Работоспособный и профессиональный назвал команду правительства КОМИ Сергей Гапликов. Сегодня прошло первое заседание нового состава. Открывая его, глава КОМИ пояснил, что все последние назначения произошли не спонтанно, а с оценкой личных и профессиональных качеств. Перестановки были необходимы, чтобы сократить ненужные коммуникации, цитирую, чтобы друг другу письма не писали, а могли зайти в соседний кабинет и обсудить необходимые вопросы. Члены кабинета министров обсудили сегодня параметры проекта республиканского бюджета на три года, а также второй этап проведения комплекса ГТО на территории КОМИ. Максим Васильев сообщит подробности. Представляя новых министров, Сергей Гапликов коротко пояснил, какой функционал он им готов доверить. Дмитрий Наумов должен качественно усилить работу юридической службы. За Марины Анисимовой опыт проектного управления, а от самого юного представителя Кабмина Сергея Емельянова ждут тесного сотрудничества с федералами. Сфера не только культуры, но и туризма сегодня, вы знаете, и молодежные политики, и спорта выведена под отдельного вице-премьера, поэтому вам что называется, дорога прямо до самого Виталия Леонича Мутко. Чтобы наши вопросы, наша проблематика и решение наших тем и задач было безусловно, так сказать, в поле зрения нового вице-премьера. Верстка бюджетов и регионального, и федерального в самом разгаре. Оптимизация – слово, которое должно стать главным для всех ведомств без исключения. Подхватить его должны и муниципалы. Негласные законы – не принимать статьи без подтверждения, реформировать штат, укрупнять неэффективные активы. Они должны знать, как отче наш. Региональный бюджет – это пусть и дефицитный пока, но по-хорошему рабочий документ. При общем снижении темпов промышленного производства в республике растет собираемость налога на прибыль, серьезно прибавил в цифрах налог на имущество. А к 2019 году правительство намерено сократить дефицит вдвое. Как считают в Кремле, резервы для оптимизации расходов у нашего региона есть. Минфинам разработан минимальный объем расходных обязательств, который для нашей республики определен в объеме 51,9 миллиарда рублей. Если вы сравните с нашими расходами, которые мы будем реализовать, это, конечно, значительно выше. На что это наводит на мысль? Первое, это нам указывают, что у нас есть все резервы для оптимизации расходов, для сокращения долговых обязательств. И, конечно, то, что данный вот этот минимальный объем расходных обязательств, конечно, он будет завязан на софинансировании из федерального бюджета. Работать над внебюджетом должны сегодня все министерства без исключения. И без лишней подсказки уточнил Сергей Гапликов. Один из ярких примеров неналоговых поступлений в казну региона – помощь соседям. Мурманская область созрела для перевода своих котельных с мазута на уголь и биотопливо. Ежегодно им потребуется примерно 7,5 миллионов тонн. Мурманчане уже заключили контракт с УЭКом на 12 миллиардов рублей. Но у сибиряков нет сегодня таких объемов. У нас есть. Тогда мы загружаем дополнительно нашу интинскую ТЭЦ, ой, вернее, эту шахту, и увеличиваем соответствующим образом поставки угля. Если будет часть переведена на уголь, если часть будет переведена на пилетные, значит, котельные, то, конечно, тогда наше производство гораздо активнее начнет развиваться, и уровень сбыта здесь на территории России тоже имеет, так сказать, перспективу. А все-таки объемы по углю, мы с вами считали, почти 7,5 миллионов тонн, им нужно по году, да, то, конечно, это очень серьезно. В связке с федеральным бюджетом работает и Министерство спорта Республики по внедрению системы ГТО. В КОМе созданы 23 специализированных центра. В России мы уже в числе лидеров. Дотацию на поддержание материальной базы и проведение тестов в федеральной власти нам увеличат вдвое. Комплекс ГТО сегодня это 11 упражнений. Часть испытаний в обязательном списке, часть на выбор. В КОМе значки уже получили 1200 человек. Сергей Гапликов предложил поучаствовать в ГТО и чиновникам, учредив так называемый спортивный день правительства. А соперниками для Кабмина определил депутатов Госсовета. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрген, Сыктывкар.